здравствуйте добро пожаловать на мой канал делаем модель парусника приветствую всех зрителей и подписчиков моего канала и так закончил я достаточно длительную процедуру и кропотливую работу по нанесению линий по которым будет производиться укладка досок чистовой обшивки один борт и второй фальш борта все это я нанес поснимал уже нити подправил лекалом пришлось продалекала делать из вот такого гибкого материала потому что картонные не добились к этому делу этим очень удобно прикладывал и проводил линии как необходимо следующий этап это нужно сделать места стыков досок значит я решил делать раскладку в три доски вот таким вот образом сначала думал в четыре доски а потом решил в три доски принципе разницы практически никакой только здесь размах меньше здесь больше значит что я посчитал при длине доски укладываемой на борт корабля 6 8 метров это составляет в масштабе моей модели около 10 13 сантиметров я выбрал 12 сантиметров и таким образом сделал вот эти промежутки между стыками по три сантиметра по три сантиметра это будет 12 сантиметров как раз одна доска будет занимать вот такой сдвиг будет происходить на три сантиметра как я думаю догадались значит так как места стыков досок должны естественно проходить по шпангоуту реального корабля значит так и здесь я буду делать вот так вот буду считать что это здесь проходят шпангоуты и стыкуются а потом буду проводить на гелевание возник вопрос как провести четко линии тот метод которым я проводил в начале мне не совсем понравился потому что не совсем четко получалось ровная линия а так как здесь все вот эти вот стыки вдоль борта здесь я уже сделал надо показать расчертил все эти стыки должны быть на прямой линии если они скачут туда-сюда это будет во первых неправильно и во вторых будет некрасиво смотреться поэтому для того чтобы провести четкие линии я сделал маленькую такую уже приспособку придумал сам по месту вместо той которую я показывал предыдущем видео значит что я сделал во первых карандашу приклеил плоскую такую вот наклеечку и вот такой брусочек и на него наклеил тоже вырезки такие вот из фанеры для чего а ну здесь упор сделал для чего для того чтобы этим упором упираю вки устанавливаю прямо вот так вот чтобы ровненько было а этот это ложится сюда и получается четко прямой угол такой как не нужно я могу его двигать вдоль всего борта модели и проводить четко ровную линию для того чтобы карандаш не играл не бегал в одну и другую сторону я его прикладываю ровненько к этой поверхности и провожу сейчас я покажу как я это делаю получается очень четко и красиво для того чтобы сделать вот этот вот интервал между стыками я отметил вот на планочки по три сантиметра и вот эти вот отметки ставлю прям на барховую вот одна у меня есть пошел вторая третья четвертая пятая вот я их поставил а теперь ставлю свою приспособу установил прижал кончик грифеля карандаша я подвожу к своей отметке и после этого легко и просто провожу линию до самого тела а одна четкая прямая линия есть сдвину то же самое вот как можно видеть четыре линии совершенно параллельные друг другу и обходят все изгибы корпуса корабля потому что другим методом сделать это бывает не совсем удобно или не получается иногда немножко не такие прямые как хотелось бы а теперь все очень просто по этим линиям где необходимо я оставлю засечки вот здесь я делаю поставил сдвиг поставил поставил этим вытираю можно их оставить они не будут мешать для удобства я их немножко вытер и вот таким вот образом через три доски раскладка в три доски у меня получились стыки досок то есть весь бог я сделал таким образом верхнюю часть пока не делаю оставляет на закуску потому что там есть свои особенности вот единственное что начал вырезать отверстие под свою подсветочку согласно вот этой схемы чертежом назвать ее конечно трудно схема прикинул и рассчитал где будет находиться вот это вот окно вот так вот она будет находиться поэтому вырез буду делать вот таким вот образом сверлю сначала отверстие а потом ножиком острым вырезаю и над фельдком и шкурочкой наждачной зачищаю резиночкой можно вытирать вот эти вот промежутках черточки можно не вытирать просто себе обозначить идея чтобы не терять времени поставил поставил да и все дела зачем их то вытирать а с той стороны вытирал а здесь думаю и вытирать не буду вот так чтобы не путаться главное было видно где перемычка находится вот они все с таким вот уступом уходят и получается раскладка три доски так а теперь буду пробовать вырезать окошко чтобы светодиод достать хочу сказать что набор этот конечно гораздо более сложный для новичка я имею ввиду если кто захочет делать все таки я рекомендую попробовать свои силы на более легких наборах отличные наборы от мастер корабль например там можно сделать замечательно красивую модель попробовать свои силы и вместе с тем там детали все уже готовы не надо там как раз вот это вот всего делать не надо там уже все готово просто берешь вставляешь и все дела а потом когда попробовал свои силы уже ясно нравится этим заниматься или не очень тогда можно переходить уже дальше и это мое мнение я так считаю может тот считает по-другому у каждого своя точка зрения чтобы было понятно как и чем отличаются сборки можете посмотреть у меня на канале есть полная сборка бота святой гавриил и есть полный набор роликов установки рангоута и проводки такелажа модели шуме полоцк так что если кому интересно можете посмотреть и составить себе впечатление и мнение о том как это все делать и в чем разница между этой работой этой моделью этой здесь в принципе можно сказать так за исключением там некоторые детали здесь дается в наборе материал а там по сути дела дается все детали уже в нужном виде и конфигурации только аккуратно их нужно собирать естественно но детали очень хорошо сделаны очень хорошо подогнаны и поэтому модель получается очень даже неплохая так набрался я до светодиода на этом буду заканчивать этот ролик желающий подписаться на мой канал подписывайтесь я буду только рад всем всего доброго и удачи пока 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 пока